Семь тысяч девятьсот тридцать второе заседание Совета Безопасности объявляется открытым. Предварительная повестка дня данного заседания не распространение. Корейская народодемократическая республика. Повестка дня утверждается. Позвольте тепло приветствовать генерального секретаря, министров, других уважаемых представителей, присутствующих в зале Совета Безопасности. Факт вашего присутствия подчеркивает важность вопроса, который мы сегодня обсудим. В соответствии с правилом 37 временных правил процедуры Совета приглашаю представителя Республики Корея участвовать в данном заседании. Решение принимается. От имени Совета я приветствую, его превосходительства, господина Юнг Бун Се, министра иностранных дел Республики Корея. Совет Безопасности далее переходит к рассмотрению пункта два повестки дня. Позвольте обратить внимание членов Совета к документу С-2017-337. Письмо от 18 апреля 2017 года постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций на имя Генерального секретаря, препровождающая концептуальную записку по вопросу, который вынесен на рассмотрение. Я предоставляю слово Генеральному секретарю, его превосходительству, господину Антонио Гутеррешу. Благодарю, господин председатель. Господин председатель, прежде всего, позвольте поблагодарить США и вас лично за созыв сегодняшнего заседания. Ситуация на Корейском полуострове является одним из давних и самых серьезных вопросов на рассмотрении ООН. Совет Безопасности принял первую резолюцию по Корейской Нодемократической Республике КНДР по ядерному вопросу в 1993 году. И Совет настоятельно просил КНДР не выходить из договора о нераспространении ядерного оружия. Прошло 24 года, и невзирая на обстоятельные усилия, вызов этот пока еще не решен. В ответ на ускоренные действия КНДР в ядерной области и в области баллистических ракет, Совет Безопасности принял две санкционные резолюции и один раз встречался в рамках срочных консультаций с января 2016 года. За этот период КНДР было проведено 2 ядерных испытания, более 30 запусков с использованием технологий баллистических ракет, и были другие шаги, связанные с ядерной и баллистической ракетной программами. Запуски с использованием баллистической ракетной технологии включали в себя испытания ракет малой, средней, промежуточной дальности, запуски с подводных лодок, а также вывод спутника на орбиту. Это всё происходило в нарушении резолюции. Отсутствие координации и уведомлений об этих запусках, за исключением случая космического запуска 7 февраля 2016 года, противоречит международным признанным положениям и стандартам, действующим в Международной морской организации и Международной организации гражданской авиации. Воздушные суда и морские суда не имели возможности должным образом обходить эти опасные действия, и также соседние государства не знали о этих действиях в районе ответственности. Международная агентство по атомной энергии по-прежнему не в состоянии получить доступ к проверке статуса КНДР. Агентство ведёт мониторинг через спутники, и была замечена работа в области производственного реактора по производству плутония, и сообщают о использовании обогатительных центрифуг. Также спутники указывают на то, что по-прежнему действуют объекты полигон ядерных испытаний, которые в готовности для проведения новых испытательных ядерных взрывов. КНДР всё больше подчёркивает важность ядерного сдерживания в своей военной доктрине. На Седьмом съезде Трудовой партии Кореи в марте 2016 года лидер КНДР Ким Чжун Ин говорил о том, что страна является ответственным ядерным государством. Недавно в заявлении в Комиссии по разоружению 3 апреля 2017 года, при том, что была подтверждена поддержка всеобъемлющего и полного ядерного разоружения, КНДР отмечала, я цитирую, путь к ядерному вооружению. Это политика нашего государства. КНДР – единственная страна, которая проводила ядерные испытания в этом столетии. Нужно исходить из того, что с каждым запуском и испытанием КНДР добивается технологического продвижения в стремлении к тому, чтобы получить военный ядерный потенциал. Господин председатель, самым решительным образом осуждаю тот факт, что КНДР неоднократно нарушает резолюции Совета безопасности. КНДР по-прежнему идет путем реализации программ ядерного оружия и баллистических ракет. Вопреки неоднократным призывам Совета безопасности остановить эти действия – это явная угроза региональной международной миру безопасности. Это серьезно подрывает усилия в области международного разоружения и нераспространения. Встревожен риском военной эскалации в регионе, в том числе из-за ошибки или просчета. Особенно волнует возможность усилий по компенсации дестабилизирующей действия КНДР может привести к напряженности, и это далее может помешать международному сообществу сохранить единство и достигнуть мирного решения. КНДР должна выполнять свои международные обязательства. В то же самое время международное сообщество должно активизировать усилия по управлению напряженностью и сокращению ее уровня. Отсутствие коммуникационных каналов с КНДР опасно. В вооруженной конфликтах в Северо-Восточной Азии, где проживает пятая часть населения планеты, и пятая часть валового внутреннего продукта будет иметь глобальные последствия, нужно избегать недопонимания и неправильных расчетов, нужно предотвратить конфликт и добиться устойчивого мира. Это означает, что КНДР должна воздерживаться от новых испытаний, соблюдать соответствующие резолюции ООН и изучить вопрос возобновления диалога. Это предполагает открытие и укрепление коммуникационных каналов, прежде всего между военным, для того чтобы сократить риск недопонимания или просчета. Это предполагает, что все государства-члены должны выполнять надлежащие резолюции Совета Безопасности. Я принял к сведению приверженность Совета Безопасности делу мирного дипломатического политического решения этого вопроса. Усилия членов Совета, других государств направлены на то, чтобы содействовать мирному и комплексному решению по линии диалога, и то, что Совет считает особо важным, работает над сокращением напряженности. Совет располагает важным инструментарием, и это и адресные санкции, и коммуникационные каналы. Как генеральный секретарь, я привержен добиваться прочного мирного решения. Готов оказывать помощь, которая от меня потребуется, и я также буду приветствовать и мнение, и содействие со стороны Совета Безопасности. Господин председатель, я приветствую понимание Советом Важности гуманитарной составляющей нынешней политической ситуации. 21 марта мы выпустили последний документ о потребностях и приоритетах в отношении КНДР. На этот год 13 учреждений ООН и международных НПО, действующих в КНДР, объявляют о том, что потребуется 114 миллионов долларов, чтобы покрыть потребности в срочном порядке 13 миллионов особо уязвимого населения страны. И народ КНДР нуждается в нашей щедрости и помощи. Призываю также власти КНДР взаимодействовать с механизмами ООН в вопросах прав человека и с международным сообществом для того, чтобы решить вопросы остро стоящих гуманитарной ситуации, ситуации власти прав человека, улучшить условия жизни населения. Поэтому приветствую тот факт, что спецдокладчик ООН по правам инвалидов посетит КНДР на следующей неделе. Как говорилось здесь, в этом зале, 18 апреля, улучшение прав человека не только позволит защитить жизнь, достоинства населения КНДР, это будет фактором долгосрочной безопасности, стабильности и в регионе, и за его пределами. В заключении, позвольте подчеркнуть коллективные приоритеты. Предотвращение конфликтов мы должны быть привержены тому, чтобы идти мирным путем дипломатии в направлении мирного денуклеаризированного Корейского полуострова. Благодарю вас. Я благодарю вас, господин генеральный секретарь, за ваш обстоятельный брифинг. Далее я сделаю заявление в качестве госсекретаря Соединенных Штатов. Я благодарю вас за предоставленную возможность выступить на заседании Совета безопасности. Согласно резолюции Совета безопасности 23.21, цель Совета безопасности заключается в том, чтобы Северная Корея отказалась от своей ядерной программы и программы баллистических ракет. За последние 20 лет велись дипломатические усилия по сдерживанию этих программ, однако они не дали результата. Только путем разоружения мы обеспечим мир, стабильность и экономическое процветание для всей Северо-Восточной Азии. Каждая успешная запущенная ракета и детонация подталкивают мир к нестабильности и широкому конфликту. Угроза ядерного нападения Северной Кореи на Сеул или Токио реальна. Скорее всего, это лишь вопрос времени, прежде чем Северная Корея разработает потенциал для того, чтобы осуществить удар по континентальной части Соединенных Штатов. Северная Корея неоднократно заявляла о своих планах осуществить такой удар. С учетом такой риторики Соединенные Штаты не могут стоять в стороне. Этого не могут позволить себе и другие члены Совета безопасности, которые попадают в радиус действия ракет Северной Кореи. План поведения Северной Кореи и их стратегия нарушают резолюции Совета безопасности, в том числе 23, 21 и 22, 70, и подрывают глобальный прогресс в области ядерного нераспространения. Нет оснований считать, что Северная Корея сменит свое поведение в рамках нынешних санкционных требований. Слишком долго международное сообщество лишь реагировало на поведение Северной Кореи. Это время должно закончиться. Неспособность принять решения сейчас по самому безотлагательному вопросу безопасности в мире может обернуться катастрофическими последствиями. Мы говорили об этом и ранее, и должны повторить это сегодня. Политика стратегического терпения закончилась. Если мы будем продолжать это терпеть, это будет означать, что мы будем принимать ядерную Северную Корею. И время для того, чтобы действовать, у нас закончится. В свете растущей угрозы настало время оказать дополнительное давление на Северную Корею, чтобы заставить ее отказаться от этого опасного поведения. Я призываю Совет Безопасности действовать, прежде чем это не сделает Северная Корея. Мы должны сообща выработать совместный новый подход и увеличить дипломатическое давление на режим Северной Кореи. Соединенные Штаты начинают новую кампанию, которая ориентируется на наши собственные соображения национальной безопасности. Это приветствуют и многие другие государства, которые беспокоятся за свою безопасность. Северная Корея не нуждается в ядерном военном потенциале. Наша цель не заключается в смене режима. Мы не намереваемся угрожать народу Северной Кореи или дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион. На протяжении многих лет мы выводили свои ядерные оружия из Южной Кореи, показывали свое намерение деэскалировать ситуацию и нормализовать наши отношения. Начиная с 1995 года Соединенные Штаты предоставили 1 миллиард 35 миллионов долларов гуманитарной помощи Северной Кореи. И мы рассчитываем на то, чтобы возобновить эту помощь, как только КНДР приступит к свертыванию своей ракетной и ядерной программы. Для себя в интересах собственного государства КНДР должна отказаться от этих программ, если она рассчитывает на безопасность, экономическое развитие и международное признание, к которому стремиться. Северная Корея должна осознать, что уважение никогда не сопряжено с бездумностью. Северная Корея должна пойти на конкретные меры для того, чтобы сократить угрозу, которую создаёт её незаконная ядерная программа для Соединённых Штатов и союзников нашего государства, прежде чем мы рассмотрим возможность переговоров. Я предлагаю пойти на следующие три шага, начиная с сегодняшнего дня. Мы призываем членов Совета безопасности полностью выполнять свои обязательства в отношении Северной Кореи. Это включает в себя все меры, перечисленные в резолюциях 23.21 и 22.70. Это первое. Те государства, которые не применяют полностью положение этих резолюций, дискредитируют этот орган. Второе. Мы призываем государства приостановить дипломатические отношения Северной Кореи или сократить их. Северная Корея эксплуатирует свои дипломатические привилегии для того, чтобы финансировать свою незаконную ядерную программу. Сдерживание дипломатических отношений сократит приток необходимых финансовых ресурсов. В недавних действиях Северной Кореи совершенно прослеживается невозможность поддержания нормальных отношений с этим государством. Третье. Мы должны увеличить финансовую изоляцию Северной Кореи. Мы должны предусмотреть новые санкции в отношении компаний физических лиц из Северной Кореи, которые поддерживают ядерную и баллистическую программу Северной Кореи и ужесточить уже существующие санкции. Кроме того, Соединенные Штаты хотели бы, чтобы, рассматривая государство и люди, признали свою вину и самостоятельно исправили свои ошибки. Однако мы будем вводить санкции в отношении третьих государств и компаний, которые поддерживают незаконную деятельность КНДР. Мы должны оказать максимальное экономическое давление, разорвав торговые отношения, которые используются для финансирования ядерных и ракетных программ КНДР. Я прошу международное сообщество приостановить приток работников-мигрантов, установить более жестокие ограничения на экспорт, в том числе уголь. На долю Китая приходится 90% торговли со Северной Кореей, поэтому именно Китай может использовать свое экономическое давление. И значит, роль Китая является особенно важной. Соединенные Штаты и Китай провели очень продуктивный обмен мнениями по этому вопросу. И мы рассчитываем на дальнейшие мероприятия, которые позволят развить те действия, к которым уже приступил Китай. И последнее. Как я уже говорил ранее, все действия в ответ на дальнейшие и будущие провокации могут рассматриваться. Дипломатические и экономические меры будут также опираться на готовность ответить на северокорейскую агрессию военными действиями, если это понадобится. Мы предпочитаем переговорные решения этой проблемы. Однако мы готовы защищать себя и наших союзников от агрессии Северной Кореи. Эта новая кампания давления будет развернута оперативно, и она будет болезненна для северокорейских интересов. Я понимаю, что некоторые государства, которые пользовались в какой-то степени позитивными отношениями Северной Кореи, неохотно будут наращивать давление на Северную Корею. Однако катастрофические последствия ядерного удара Северной Кореи перевешивают любые экономические соображения. Мы должны взглянуть в глаза суровой правде и пойти на серьезные меры прямо сейчас для того, чтобы не допустить катастрофических последствий в будущем. Прежняя тактика поведения более неприемлема. Есть и моральный аспект этой проблемы. Страны должны понимать, что оказывая содействие режиму Северной Кореи означает поддерживать жестокость и продолжать страдания. Миллиарды долларов тратит Северная Корея на ядерную программу, которая ей не нужна, в то время как народ этого государства голодает. Режим развивает ядерное оружие, но не в интересах безопасности нации или благополучия народа, который страдает от тирании. Я прошу международное сообщество помочь нам отстоять безопасность и достоинство людей. В одной из моих первых поездок в качестве госсекретаря США я посмотрел на эту демилитаризованную зону на границе Северной Кореи. Это пустыня, замерзшая во времени. Сегодня в Пхеньяне возводят небоскребы, а в остальных частях, на остальных участках территории государства царит голод и разруха. Перспективы для государства мрачные, однако Соединенные Штаты верят в лучшее будущее для Северной Кореи. Нужны меры для того, чтобы сделать это возможностью. Это зависит от участников в регионе и от тех, кто стремится к глобальной безопасности. На протяжении многих лет Северная Корея сама диктовала условия своего опасного курса поведения. Сегодня мы должны взять в свои руки контроль за этой ситуацией. И мы просим членов Совета безопасности и всех остальных партнеров придерживаться новой стратегии для динуклеаризации Северной Кореи. Благодарю вас. Я возвращаюсь к выполнению функции представителя Совета безопасности. Слово его превосходительства господину Фумио Кишиди, министру иностранных дел Японии. Благодарю вас, господин председатель. Прежде всего, позвольте мне выразить искреннюю признательность вам за созыв сегодняшнего своевременного заседания по вопросу о динуклеаризации Северной Кореи. Хочу также поблагодарить генерального секретаря Гутерреша за его обстоятельный брифинг. Господин председатель, угроза со стороны развития ядерной и ракетно-баллистической программ Северной Кореи вышла на новый уровень. Только лишь с января 2016 года было проведено два ядерных испытания и как минимум 30 запусков баллистических ракет. Эта угроза не является угрозой гипотетической для простых людей. Она реальна. 6 марта Северная Корея произвела запуск четырех баллистических ракет. Три из них приземлились на территории исключительно экономической зоны Японии. Уведомления за благовременного не было и последствия таких безответственных запусков могли бы быть катастрофическими для ничего не подозревающих рыболовецких судов, морских судов и воздушных судов. Эти запуски преднамеренно были построены как провокация, о чем свидетельствуют сообщения в печати Северной Кореи, которые отмечают, что северокорейские подразделения, которые отвечают за нанесение ударов по базам США в Японии в случаях чрезвычайной ситуации, участвовали в этих действиях. Поэтому все более важно, чтобы страны региона крепили сдерживание в интересах мира и безопасности. Господин председатель, сейчас необходимо напомнить о тех обязательствах, которые взяла на себя Северная Корея в вопросах генуклеаризации в прошлом. В 2005 году Северная Корея вместе с Китаем, Японией, Республикой Кореи, Российской Федерацией и Соединенными Штатами. И тут я цитирую, единогласно подтвердили, что цель шестисторонних переговоров состоит в генуклеаризации корейского полуострова мирным образом в условиях проверки. Конец цитаты. Это формулировка из совместного заявления шестисторонних переговоров. Все стороны, за исключением Северной Кореи, сохраняют приверженность этой позиции. Нет сомнений, диалог нужен для того, чтобы добиться мирной генуклеаризации корейского полуострова. Тем не менее, в нынешних обстоятельствах, когда Северная Корея по-прежнему продолжает развитие своих ядерных программ и программ в области баллистических ракет, предметный диалог явно невозможен. Для того, чтобы добиться возврата Северной Кореи за стол переговоров, международное сообщество должно выступить с твердым посланием. А именно, провокация повлечет за собой дорогую цену. И это не принесет никакого яркого будущего Северной Кореи без генуклеаризации. С учетом вышесказанного, Япония призывает все государства-члены усилить давление на Северную Корею за счет неукоснительного и тщательного выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности. Япония вводила и дополнительные меры против Северной Кореи, которые выходят за рамки обязательств по смыслу резолюции Совета Безопасности с тем, чтобы существенно ограничить потоки людей, товаров и финансовых средств. В том числе действует полный запрет на экспорт и импорт. Япония также активно помогала в становлении потенциала стран ОСИАН в интересах повышения эффективности резолюции Совета Безопасности. Ни одно из государств не должно допустить того, что оно станет некой лазейкой в санкционном режиме против Северной Кореи. Япония призывает все государства-члены, которые еще этого не сделали, представить свои национальные доклады о ходе исполнения санкций в санкционный комитет Северной Кореи, как того требует резолюция Совета Безопасности. Любые новые провокации, включая ядерные испытания, должны стать предметом быстрого принятия еще более жесткой резолюции Совета Безопасности. Господин председатель Северной Кореи, вызывающий, называет резолюции Совета Безопасности незаконными, отказывается считать их положения для себя обязательными. Это имеет реальные гуманитарные последствия. Стремление режима получить ядерное оружие и разработать баллистические ракеты происходит за счет основополагающих потребностей благополучия народа Северной Кореи. Говоря об этих людях, нужно упомянуть и тех, кто был похищен в прошлом. Агенты Северной Кореи проникли в Японию и похищали японских граждан. В том числе была похищена и 13-летняя девочка. Похищенные люди лишились своего будущего. Распались целые семьи. Япония считает особо важным вопрос похищения людей. Этот вопрос подрывает суверенит Японии и создает страх среди наших граждан. Жертвы похищения – это не только японские граждане. Вопрос этот имеет более широкое проявление. Вопрос стоит перед всем международным сообществом. Это нарушение фундаментальных прав человека. Мы настоятельно призываем Северную Корею выступить с конкретными шагами по этому вопросу. И Япония просит международное сообщество оказать поддержку и понимание. Господин председатель, к сожалению, возможность дальнейших провокаций со стороны Северной Кореи велика. Совет должен отправить четкий сигнал о том, что подобные действия приведут к еще более твердому ответу со стороны международного сообщества. Япония настоятельно призывает Северную Корею продемонстрировать серьезный подход, конкретные действия в вопросах денуклеаризации. Япония предполагает продолжить работу со всеми нашими коллегами, находящимися здесь сегодня по этому вопросу. Благодарю вас, господин председатель. Я благодарю его превосходительству, господина Кашида, за сделанное заявление. Далее слово его превосходительству, господин Манкор Ндае, министру иностранных дел и по делам сенегальцев, проживающих за рубежом. Прошу вас. Я благодарю вас, господин государственный секретарь, председатель Совета безопасности. Приветствую генерального секретаря, уважаемых министров, послов, коллег. Позвольте мне сначала, господин председатель, поблагодарить вас за инициативу по организации этих премий по столь важному вопросу о ядерном нераспространении. Я также выражаю признательность Антонио Гутерришу, генеральному секретарю ООН, сообщение которого позволит нам обогатить нашу дискуссию. Господин председатель Совета безопасности, вопрос о ядерном разоружении – это один из приоритетных вопросов для всего мира. И об этом свидетельствует первая резолюция, которая была принята в январе 1946 года Генеральной Ассамблеи ООН, которая была направлена на ликвидацию всех атомных бомб. Понимая риски, которые существуют для всего человечества, наша страна стремится к полной ликвидации ядерной деятельности военного назначения, а не просто к ее сокращению. Лишь полное уничтожение ядерного оружия является гарантией защиты мира от разрушительных последствий использования ядерного оружия. Только так мы гарантируем выживание на нашей планете и обеспечим будущее для нынешних и грядущих поколений. Мы сможем обеспечить им жизнь, свободную от страха ядерного взрыва, дадим им мир, свободный от ужасов ядерной катастрофы. К этой четкой угрозе можно прибавить и рост риска распространения, связанного с действиями негосударственных субъектов. Об этом свидетельствуют расширение террористической деятельности и новые риски использования во враждебных целях, стремительных завоеваний науки и техники, а также международной торговли. В свете всех этих проблем мы решительно осудили ядерные испытания КНДР 6 января 2016 года и различные запуски баллистических ракет, которые составляют собой тяжелое и грубое нарушение международных обязательств этого государства, а именно резолюции 17.18, 18.74, 20.87, 20.90, 4.22.70 и 23.21 Совета безопасности. Эти действия показывают совершенно однозначно, что КНДР развивает свои программы в области ядерного вооружения и баллистических ракет и стремится расширить свой ядерный потенциал. Это не только угроза для корейского полуострова и населения этой территории, но также и для самого режима нераспространения. Сенегал призывает КНДР соблюдать свои международные обязательства. Господин председатель, в 2016 году Совет безопасности единогласно принял две резолюции – 22.70 от 2 марта и 23.21 от 30 ноября. На основании этих резолюций были ужесточены санкции в отношении Пхеньяна. Тем не менее, мы вынуждены констатировать, что эти меры, а также односторонние меры, которые введены некоторыми государствами, не заставили это государство одуматься и отказаться от своих ядерных военных амбиций. И действительно, все эти санкции не затормозили постепенного наращивания и развития ядерного и ракетного потенциала Северной Кореи, которое продолжает грубым образом нарушать резолюции и неоднократные требования Совета безопасности. Сенегал ратифицировал основные инструменты в области нераспространения ядерной безопасности. Наше государство соблюдает обязательства на основании резолюции 15.40 Совета безопасности, годовщину которой мы также отмечаем. Кроме того, Сенегал представил свой доклад о выполнении соответствующих резолюций. Мы тем самым по резолюциям 17.18, 18.74, 20.94, 22.70 демонстрируем свое соблюдение наших обязательств и готовим свой доклад по резолюции 23.21. Позвольте мне, господин председатель, прежде чем я закончу свое выступление, высказать вам нашу глубокую признательность за внимание вашего государства и стремление путем дипломатических усилий выработать решения, которые позволят урегулировать эту проблему. Наше государство приветствует ваши усилия за попытку выработать исторический компромисс, необходимый для того, чтобы положить конец той серьезной угрозе, исходящей от КНДР. Спасибо. Я благодарю его превосходительству господину Дай за сделанное заявление. Далее слово его превосходительству господину Ван Йи, министру иностранных дел. Господин председатель, эскалация напряженности на корейском полуострове в последнее время вызывает тревогу международного сообщества. Если вопрос этого полуострова не будет должным образом контролироваться, в случае непредвиденных обстоятельств ситуация может выйти из-под контроля. И таких уроков, примеров в истории много. Мы должны быть предельно бдительными. Поэтому Китай считает, что сегодняшнее заседание Совета крайне необходимо. Мы благодарны генеральному секретарю Гутеррешу за брифинг в Совете безопасности. Мы надеемся, что стороны сумеют добиться консенсу относительно неукоснительного выполнения резолюции по КНДР. Будут активизированы усилия по проведению мирных переговоров, и вопрос о денуклеаризации корейского полуострова будет снова выведен в переговорное русло. Позиция Китая по этому вопросу ясна. Независимо от того, как будет меняться ситуация, мы должны придерживаться двух основных направлений. Во-первых, нужно сохранить приверженность цели денуклеаризации. Денуклеаризация – это основополагающая предпосылка долгосрочного мира и стабильности на Корейском полуострове. Это также позволит обеспечить режим нераспространения. Мы не должны ослаблять свою приверженность этим целям. Позиция Китая, когда мы выступаем против работы по созданию ядерного оружия КНДР, наше неприятие по-прежнему носит твердый характер. Мы настательно призываем КНДР отказаться от этого, вернуться к своей приверженности в области денуклеаризации и выполнять все свои обязательства в этой связи. Другие стороны, мы призываем проявить политическую мудрость, работать конструктивно друг с другом в интересах денуклеаризации полуострова. Второе, мы должны быть приверженными такому пути, как путь диалога и переговоров. Использование силы разногласия не решает. Это ведет еще к большим катастрофам. Только лишь диалог и переговоры являются здравым выбором для всех сторон. Наш прошлый опыт решения вопросов денуклеаризации на корейском полуострове указывает, что диалог и переговоры позволяют добиться прогресса. С 2003-2007 год стороны вели диалог и переговоры, и было принято три совместных документа. Документ от сентября 2005 года обозначил дорожную карту к отказу КНДР от всех ядерных программ и установлений мира на полуострове. Это совместное заявление имеет большое значение и сегодня. Это признается во всех резолюциях Совета по КНДР. Поскольку в 2008 году диалог прекратился, ситуация затем на полуострове стала выходить из-под контроля. КНДР пошла по пути развертывания программ, были проведены испытания и запуски. Мы призываем стороны добиваться политического регулирования по линии диалога и консультации, как того требует резолюции Совета безопасности. Господин председатель, Китай не является точкой, которая может самостоятельно решить этот вопрос. Китай годами прилагал большие усилия и играл уникальную роль в переговорном решении. Благодаря усилиям Китая трехсторонние переговоры затем стали шестисторонними переговорами. В нынешних обстоятельствах Китай готов взаимодействовать со всеми сторонами и внести новый вклад в решение ядерного вопроса на полуострове. Ввиду последних событий на полуострове, Китай сделал предложение о том, чтобы использовать двунаправленный подход, который мы говорили ранее. Это содействует геноликализации полуострова и создании мирного механизма на полуострове синхронным и взаимным образом. В конечном итоге обе цели будут выполнены. Прекращение ядерных и ракетных испытаний к НДР и крупных учений США и Республики Корея может снова привести стороны на переговорный стол, к переговорному столу. И это будет первым этапом в этой программе. Китай учитывает и краткодолгосрочные цели, и они взаимодополняют друг друга. Это также учитывает и интерес сторон, и открывает дорогу к генуклеаризации. Учитывается и резолюция, и фундаментальный интерес сторон, включая США и КНДР. Предложение беспристрастно, разумно и практично. И все больше и больше стран поддерживает это предложение. Конечно же, мы также понимаем, что некоторые страны испытывают определенные сомнения. Самая срочная задача на сегодня состоит в том, чтобы остановить разработку ядерной области и ракетной области. И теперь нужно прекратить споры о том, кто прав, кто не прав. Нужно, мне кажется, устранить очаг напряженности и создать условия для стабильности в регионе. Я хочу также подчеркнуть, что положение дел на полуострове в нынешнем виде не вызвано какой-то одной только лишь стороной. И поэтому нереалистично только лишь одну сторону брать на себя всю ответственность. Как сказал президент Си Цзиньпинь, только лишь все соответствующие стороны, когда они выполнят возложенную их ответственность и пойдут навстречу друг другу, только это приведет к денуклеаризации полуострова. Все стороны напрямую связаны с этим вопросом именно КНДР из США. Мы просим проявить искреннее отношение к процессу диалога. Мы надеемся, что Советы далее будут действовать в интересах достижения консенсуса, будет выступать единым голосом. Китай готов рассмотреть все предложения сторон, идеи, которые приведут к возобновлению переговоров по денуклеаризации, поддержанию мира и стабильности. Это мы могли бы изучить в рамках нашей дискуссии. Коллеги, на сегодняшнем особом заседании Китай призывает все стороны направить усилие на выполнение следующих срочных задач. Нужно понизить температуру напряженности на полуострове. Китай призывает все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность, отказаться от провокационных слов и действий, что может привести к риску просчета. И не должно быть двойных стандартов в этих вопросах. Мы требуем от КНДР соблюдать резолюции Совета безопасности, остановить развитие ядерных и ракетных программ. Мы также просим США, Республику Корея и другие стороны воздерживаться от военных учений против КНДР. И, наконец, стороны должны в полной мере выполнять резолюции Совета безопасности по КНДР. Резолюции, которые были приняты, помимо санкций, также предполагают возобновление шестисторонних переговоров в недопущении эскалации напряженности, содержат приверженность диалогу. И санкции и стрельную диалогу – это два подхода к выполнению резолюции. Нельзя выбирать только лишь один подход в ущерб другому. В ответ на ускоренные прогрессы в области ядерных и ракетных разработок международное сообщество должно ускорить усилия в области, усилить работу в области нераспространения. Необходимо также содействовать мирным переговорам. И эти два фактора помогут решить вопросы денуклеаризации. Китайское слово «кризис» состоит из двух иероглифов. Один означает опасность, а другой – перспективную возможность. И вопросы, по мнению Китая, сейчас состоят в том, чтобы серьезно изучить вопросы о возобновлении переговоров. И в заключении, позвольте мне заявить о том, что Китай решительно против развертывания систем противоракетной обороны ТХАД. Это серьезная угроза безопасности Китая и других стран региона. Это наносит урон сотрудничеству и доверию сторон. И это идет вразрез с денуклеаризацией, поддержанием долгосрочной стабильности. Китай снова призывает стороны немедленно прекратить процесс развертывания. Я предлагаю приложить совместное усилие в институте нуклеаризации мира на полуострове на основе взаимного уважения и взаимного доверия. Я благодарю господина Ванга, министра иностранных дел, за его выступление. Сейчас я передаю слово его превосходительству Борису Джонсону, министру иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства. Я благодарю вас, господин председатель. Устав ООН дает определение главным задачам Совета безопасности, а именно это поддержание международного мира и безопасности. Наверное, нет более очевидной угрозы миру и безопасности, требующей общего ответа, чем деятельность одного члена ООН Северной Кореи, которая нарушает свои договорные обязательства, игнорирует волю Совета безопасности и высказывает угрозы, связанные с причинением вреда жителям других государств. На протяжении десятилетий Северная Корея трусливо накапливает возможности для того, чтобы привести свои угрозы в исполнение. ВВП этого государства составляет около 25 миллиардов долларов. За последние десятилетия жители Северной Кореи переносили ужасающие страдания. Они были вынуждены питаться корой из деревьев, не имея другого продовольствия, поскольку режим Пхеньяна направляет все свои ресурсы и энергию на разработку ядерной баллистической программы. Лишь в прошлом году Северная Корея осуществила два ядерных испытания и более 24 запусков баллистических ракет. А в этом году были новые запуски баллистических ракет. Напоминаю Совету безопасности о том, что каждый такой запуск – это нарушение всех резолюций Совета безопасности, в том числе резолюции 1695, принятые единогласно в 2006 году. Мы должны отвергнуть любые претензии на то, что Северная Корея действует так в имя каких-то соображений безопасности и так же делают другие. Несмотря на напряженные усилия некоторых, размыть эту мотивацию в любом случае мы не можем ее не видеть. Соединенное Королевство считает, что Совет безопасности должен проявить свою готовность пойти на дальнейшие решительные меры, которые позволят мирным образом урегулировать эту ситуацию. Рано или поздно лидеры Северной Кореи должны осознать, что их изоляция не только сдерживает развитие их собственного народа, хотя, возможно, режим это и вовсе не интересует и не беспокоит, но они поймут, что это также ослабляет их собственные претензии на власть. Совет безопасности должен быть единым в своем требовании о том, что нельзя продолжать двигаться нынешним путем. Британия готова присоединиться к своим союзникам для того, чтобы ужесточить санкции и настоять на мирном решении. Мы призываем всех других партнеров, которые имеют прямое влияние на Северную Корею, воспользоваться рычагами своего влияния ради того, чтобы снизить напряженность и обеспечить соблюдение общей воли Организации Объединенных Наций. Китай и Россия могут сыграть значительную роль. Это соседи Северной Кореи, имеющие влияние на Пхеньян, и они являются постоянными членами Совета безопасности, а значит, несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Соединенное Королевство призывает Россию и Китай, и другие государства-члены использовать любое влияние, которым они располагают, для того, чтобы сдержать Северную Корею и направить лидеров этого государства на путь мирного урегулирования. В прошлом году Совет безопасности принял решение об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи, в том числе ограничить доступ режима к иностранной валюте. Однако группа экспертов ООН показала, что не все государства-члены полностью выполняют эти решения. Большинство членов ООН еще должны выполнить требования резолюции 2270 и представить национальные доклады о том, как они выполняют санкции. Соединенное Королевство считает, что все государства-члены должны подтвердить свою приверженность использованию санкционного режима ООН в отношении Северной Кореи. У нас нет сомнений в том, что переговоры должны на определенном этапе стать элементом этого решения. Однако сначала будет разумно ожидать от Северной Кореи конкретного прогресса на пути к выполнению ее обязательств по денуклеаризации корейского полуострова. До тех пор, пока Пхеньян будет игнорировать решения Совета безопасности, не будет благоприятных условий для возобновления переговоров в шестистороннем формате или любых других переговоров. Наиболее очевидная угроза – это баллистические и ядерные программы и амбиции Северной Кореи. Но мы не должны забывать об ужасающих нарушениях, которые чинит режим в отношении собственного народа. Об этом в 2014 году был опубликован доклад Комиссии по расследованию ООН. Ситуации с правами человека в Северной Корее также обсуждались. И Соединенное Королевство полностью поддерживает работу спецдокладчика ООН по правам человека в Северной Корее, а также Управление Верховного комиссара по правам человека. Они выполняют важнейшую работу по проведению расследования и по документированию всех нарушений. Британия поддерживает наших союзников и решительно заявляет, что Северная Корея должна последовать требованиям ООН и свернуть свою ядерную баллистическую программу. Необходимо обеспечить разоружение, сделать это полноценно, таким образом, который подлежит проверке и является необратимым. Только так Совет Безопасности может быть уверен во мире и безопасности в регионе. Только так народ Северной Кореи получит возможность для того, чтобы получить лучшее будущее. Спасибо. Я благодарю его превосходительству господина Джонсона за сделанное заявление. Далее слово его превосходительству господину Воркне Гебе Янху, министру иностранных дел Эфиопии. Благодарю вас, господин председатель. Господин председатель, мы признательны Соединенным Штатам как председателю Совета за организацию сегодняшнего заседания высокого уровня по вопросу, который имеет серьезные последствия для регионального и международного мира и безопасности. Благодарны вам, господин государственный секретарь, за то, что вы председательствовали на этом важном заседании. Признательны также генеральному секретарю за обстоятельный брифинг. Глубоко обеспокоены предельно напряженной ситуацией, сложившейся на Корейском полуострове. Нужно сделать абсолютно все для того, чтобы добиться деэскалации ситуации. Налицо реальная опасность того, что обстановка может выйти из-под контроля. Нельзя этого допустить и нельзя, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Господин председатель, действия КНДР, вне всяких сомнений, являются предельно опасными. Эфиопия, как и другие члены, снова решительно осуждают последние запуски баллистических ракет КНДР в нарушении многочисленных резолюций, принятых Советом. Нам необходимо изыскать прочное и комплексное политическое и дипломатическое решение данному давно существующему вопросу. Действовать нужно по линии диалога, и задача эта сегодня стоит срочно, как никогда. И в этом отношении возврат КНДР к международной приверженности в вопросах генуклеаризации при полном соблюдении соответствующих резолюций Совета безопасности является обязательным фактором. Вне всяких сомнений, тем самым был бы открыт путь к мирному и комплексному решению по линии диалога. КНДР несет на себя ответственность добиться выполнения такой задачи. В то же самое время важно добиться сокращения напряженности на корейском полуострове, чтобы в результате допущенной ошибки ситуация не вышла из-под контроля. КНДР должна использовать имеющуюся возможность, иначе произойдет сползнание к войне, и от этого проиграют все. Господин председатель, выполнение государственными членами резолюции Совета безопасности по КНДР в полном объеме также необходимое дело. Мы считаем, что последнее информационное взаимодействие со стороны председателя комитета 17-18 с различными региональными группами будет содействовать выполнению санкционного режима против КНДР. Мы, в свою очередь, предприняли все необходимые меры для того, чтобы Эфиопия полностью соблюдала все положения надлежащих резолюций Совета безопасности, в которых введены санкции в отношении КНДР. Мы и впредь будем выполнять свои обязательства в этом отношении. В заключении, позвольте мне заявить о нашей приверженности, выполнять наши обязательства и далее конструктивно взаимодействовать с группой экспертов, которой поручено вести мониторинг процесса осуществления санкционного режима, введенного в отношении КНДР. Ждем восстановления прочного мира и безопасности на Корейском полуострове. Это необходимо всем нам. Благодарю вас. Я благодарю его превосходству господину Гебеяху за сделанное заявление. Далее слово его превосходству господину Кайрату Абрахманову, министру иностранных дел Казахстана. Мистер Президент. Господин председатель, уважаемые коллеги, ваше превосходительство. Я благодарю госсекретаря Тиллерсона за организацию этих премий, посвященных КНДР. Это тема, которая, к сожалению, становится крайне актуальной в свете последних событий. Для Казахстана, для нашего руководства, ядерное разоружение и нераспространение, ядерная безопасность являлись основными приоритетами и задачами нашей национальной политики с момента обретения независимости. С момента присоединения к ООН в марте 1992 года наша страна решительным образом участвовала в разоружении и нераспространении на глобальном уровне. Поэтому я надеюсь, что сегодняшняя встреча поможет Совету безопасности определиться с коллективными многосторонними действиями для мира на Корейском полуострове и его динуклеаризации. Наша страна уверена в том, что Совет безопасности в качестве единственного органа, которому поручено поддержание международного мира и безопасности, должен сохранять свое единство на этом критическом этапе. И в этой связи мы приветствуем недавнее заявление Совета безопасности, в котором говорится о важности работы для снижения напряженности на Корейском полуострове и за его пределами. Нам всем больно наблюдать за ситуацией на Корейском полуострове и вокруг него с ходом времени. В результате возник тупик. Вызывает тревогу, что КНДР продолжает осуществлять запуски баллистических ракет и ядерные испытания, что является грубым нарушением всех соответствующих резолюций Совета безопасности ООН. В качестве сопредседателя девятой конференции о содействии в вступлении в силу ДИАИ наше государство прилагает все усилия для того, чтобы содействовать процессу одиноклеаризации. Пока что проведено пять ядерных испытаний. Вполне возможно, скоро будет проведено шестое ядерное испытание, если мы не предпринимем конкретных мер для того, чтобы снизить напряженность. Мы просим КНДР воздерживаться от тех действий, которые негативно сказываются на ядерном разоружении и нераспространении, создают угрозу для региональной и глобальной безопасности. Мы призываем все государства-члены строго следовать санкционному режиму, который действует на основании резолюции Совета безопасности, направленных на денуклеаризацию КНДР, а также ДИАИ, в котором все государства-члены призываются к тому, чтобы воздерживаться от проведения ядерных испытаний, ядерных взрывов и сохранять мораторий по этому вопросу. Казахстан стал с автором резолюции 2270, 2310 и 2321. Денуклеаризация корейского полуострова – это ключевой элемент сохранения безопасности в Азии и Центральной Азии. Тот факт, что северокорейский режим будет иметь ядерное оружие, создаст прецедент, который без сомнения приведет к эскалации гонки вооружений в регионе. И естественным образом может привести к дальнейшему распространению для того, чтобы дать ответ на ядерный потенциал КНДР. Я хочу напомнить о том, что Казахстан решительно осуждает любые случаи использования ОМУ любой стороной. Мы всегда также и призываем к мирному регулированию конфликтов путем диалога и переговоров. Напомню, что Казахстан до сих пор вынужден бороться с разрушительным наследием Холодной войны. Вторая крупнейшая площадка для ядерных испытаний, ее закрытие, ликвидация крупного ядерного арсенала – это завоевание нашего государства. Вскоре мы начнем работу Банка низкообогащенного урана в Казахстане. Это наш вклад в режим нераспространения. Это проявление нашей принципиальной позиции и приоритетов, которая была сформулирована нашим президентом Нурсултаном Назарбаевым на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это наше видение мира в XXI веке. Я считаю, что все вышеперечисленное дает Казахстану нравственное основание призывать государства-члены и, прежде всего, КНДР прилагать максимальные усилия для того, чтобы урегулировать эту тревожную ситуацию. Достижение этих задач потребует активного диалога между всеми вовлеченными сторонами в регионе и на глобальном уровне. И наше государство готово внести свой вклад в эту работу. Наш неядерный, безядерный статус – это убедительный пример того, что неядерное развитие является единственно правильным и возможным. Мы просим КНДР сделать такой же выбор. Уже было доказано, что нет такой ситуации, в которой невозможно найти мирные решения. Северная Корея не является исключением. В качестве примера, в 2013 году статус Казахстана в качестве пользующегося доверием посредника позволил провести переговоры по иранской ядерной программе. И в результате были возобновлены переговоры в формате «постоянная пятерка плюс один и Иран». Мы убеждены в том, что нет другого варианта, кроме как соблюдения международных обязательств и резолюции Совета безопасности. Казахстан считает, что время настало, и мы готовы сотрудничать со всеми государствами-членами для того, чтобы ликвидировать ядерную угрозу ради блага нашего мира. Полное ядерное разоружение и отказ от ядерных амбиций КНДР можно гарантировать решением и позицией, в том числе, постоянных членов Совета безопасности ради стабильности и мира на полуострове. Мы считаем, что КНДР получит реальные преимущества, если встанет на путь мирного сосуществования. В сочетании со всеобъемлющей региональной стратегией можно будет гарантировать стабильность для страны, полуострова и более широкого региона. Мы призываем все стороны, все заинтересованные государства, все государства-члены пойти на сбалансированные действия для того, чтобы не допустить необратимых последствий. Просим всех воздерживаться от тех действий, которые могут увеличить риск военной эскалации и дальнейшей напряженности в регионе. Я благодарю его превосходительству господина Абдрахманова за сделанное заявление. Далее слово его превосходительству господину Геннадию Гатилову, заместителю министру иностранных дел Российской Федерации. Благодарю вас, уважаемый господин председатель. Уважаемые дамы и господа, не вызывает сомнений, что в настоящее время мы переживаем одну из наиболее острых и драматичных фаз развития ситуации на Корейском полуострове. Без преувеличения можно сказать, что недавно мир в этом регионе подвергся серьезному испытанию, а угроза перерастания противостояния в горячую фазу была как никогда велика. Сохраняется она и сейчас. Воинственная риторика, сопряженная с опрометчивой игрой мускулами, привела к тому, что во всем мире всерьез стали гадать, будет война или нет. Как известно, в условиях такой напряженности один неовдуманный, либо неверный, истолкованный шаг может привести к самым страшным и плачевным последствиям. В России с тревогой наблюдают за опасным развитием ситуации в регионе, частью которого мы сами являемся. Конечно, мы едины в осуждении провокационной ракетно-ядерной активности Пхеньяна, которая в последние полтора года приобрела опасную динамику. Хорошо понимаем чувства наших соседей, когда очередная ракета без предупреждения стартует с северокорейской территории, подвергая несоразмерным рискам морские и авиационные перевозки в регионе, а также жизни обычных граждан. Мы не приемлем такой деятельности КНДР, что подтверждается и нашей поддержкой соответствующих санкционных резолюций Совета Безопасности ООН 2270 и 2321. Призываем северокорейские власти свернуть свои запрещенные программы и вернуться в режим нераспространения ДНЯУ и контроля МАГАТЭ. В то же время всем должно быть ясно, что КНДР навряд ли откажется от ядерного оружия, пока будет ощущать прямую угрозу своей безопасности. Ведь именно так северокорейцы расценивают регулярные широкомасштабные маневры и учения США и их союзников в регионе, а также направление туда, чему мы явились свидетелями в этом месяце, американской военно-морской эскадры. Дополнительным дестабилизирующим фактором в регионе является принятое в прошлом году Вашингтоном и Сеулом в русле порочной логики по созданию глобальной ПРО решение о размещении на территории Республики Кореи элементов американской противоракетной обороны ТААТ. Мы не раз говорили о том, что такой шаг не только, мягко говоря, не вызовет энтузиазма у Кеньяна, но и в целом подрывает сложившийся военный баланс в регионе, ставя под вопрос безопасность сопредельных государств. Не только мы крайне негативно восприняли данный шаг. Мы призываем еще раз как США, так и Республику Кореи пересмотреть его целесообразность, а других регионалов не поддаваться исключению подключаться к таким дестабилизирующим усилиям. Что касается международных санкций в отношении КНДР, то мы вновь хотим подтвердить нашу приверженность их выполнению. Вместе с тем, такие меры должны быть не самоцелью, а инструментом вовлечения этой страны в конструктивные переговоры по существующим вопросам. Решить ядерную проблему Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением на Пхеньян невозможно. Санкции не должны использоваться ни для экономического удушения КНДР, ни для удушения, ни для ухудшения гуманитарной обстановки там. Особенно это касается противозаконных односторонних рестрикций, которые бьют по гражданским отраслям, не связанным с ракетно-ядерными программами страны. Такие санкции являются причиной серьезного ухудшения условий жизни северокорейского населения, относительно чего, кстати, бьет обоснованную тревогу в своем последнем докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. Надо признать, что по сути не работают и гуманитарные изъятия, предусмотренные санкционным режимом Совета безопасности. Из-за запрета на корреспондентские отношения с КНДР стали элементарно невозможны закупки за рубежом продовольствия и товаров для нужд народного хозяйства страны. В силу специфики финансово-банковской системы КНДР испытывают серьезные трудности в получении финансирования пока еще работающие в стране уоновские гуманитарные агентства. Из-за отсутствия возможности пополнять свои запасы в наличной иностранной валюте по причине действующих рестрикций, Пхеньян может отказаться в ситуации, когда он физически будет не в состоянии выдавать уоновцам средства, направленные с разрешения комитета по соответствующему банковскому каналу. Отдельный вопрос ситуации с иностранными дипломатическими представительствами в Кеньяне. Нельзя допустить того, чтобы они продолжали испытывать трудности в своей работе из-за введенных в отношении страны ограничений. Мы неоднократно поднимали этот вопрос на заседаниях комитета по санкциями, но из-за абструкционистской позиции его отдельных членов, как говорится, ВОЗ и ныне там. Господин председатель, безусловно, КНДР ведет себя неподобающим образом, отказываясь подчиниться законным требованиям международного сообщества, сформулированным в соответствующих резолюциях Совета безопасности ООН. Вместе с тем, силовые опции абсолютно неприемлемы и чреваты катастрофическими последствиями как для Корейского полуострова, так и для региона Северо-Восточной Азии в целом. Выбор должен быть в пользу максимального задействования дипломатического инструментария. В складывающихся условиях всем вовлеченным сторонам следует проявлять хладнокровие и сдержанность, не предпринимать шагов, которые могли бы привести к эскалации напряженности. Важно подходить к урегулированной ситуации в контексте всего комплекса проблем между сторонами и тем самым создавать условия для демокрализации КНДР. Это невозможно без нормализации общей военно-политической обстановки, отказа от наращивания военной инфраструктуры, сокращения масштабов проводимых маневров, формирования атмосферы доверия между государствами региона. Мы убеждены, что не существует альтернативы политическому урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова на основе совместного заявления участников шестистороннего процесса от 19 сентября 2005 года. В аналогичном русле лежат и китайские предложения относительно двойной приостановки suspension for suspension и параллельного продвижения. Эти идеи заслуживают серьезного внимания в качестве возможной отправной точки выхода из нынешнего тупика и возобновления переговорного процесса. Надо искать каналы связи с руководством КНДР, выводить его на субстантивный диалог по ядерной и ракетной проблематике. Как показали последние события, ситуацию в регионе пускать на самотек ни в коем случае нельзя. Как говорится, худой мир лучше доброй ссоры. И в этой связи мы готовы к более тесному взаимодействию со всеми партнерами в целях скорейшего урегулирования ядерной и других проблем Корейского полуострова единственно возможными средствами, а именно политико-дипломатическими, через взаимоуважительный диалог и обоюдный учет интересов и озабоченностей. Благодарю вас. Я благодарю его превосходительству, господина Гатилова, за сделанное заявление. Далее слово ее превосходительству госпожи Аннике Содер, заместителю министра иностранных дел Швеции. Благодарю, господин председатель. Прежде всего, позвольте выразить признательность вам и американскому председательству в Совете за созывы своевременного и важного заседания. Благодарю генеральному секретарю за его брифинг. Ситуация на Корейском полуострове. Прежде всего, стремление к НДР получить ядерное оружие и баллистические ракеты – предмет серьезной обеспокоенности для региона и для вообще всего мира. Напряженность в недавние месяцы шла понарастающей, и опасность ошибки неверного понимания просчета велика. По этой причине важно, чтобы Совет использовал имеющиеся возможности и рассмотрел вопрос о том, как сократить напряженность, и как Совет мог бы содействовать комплексному урегулированию ситуации. Господин председатель, несмотря на неоднократное единогласное осуждение со стороны Совета безопасности и принятие целого ряда резолюций ООН, что привело к самому жесткому санкционному режиму в системе ООН, несмотря на это, КНДР по-прежнему упорно идет путем ускорения ядерно-ракетной программы. При этом КНДР по-прежнему проявляет явное пренебрежение своими международными обязательствами и по-прежнему угрожает международному миру безопасности. Действия КНДР не сопоставимы с действующей глобальной нормой против ядерных испытаний, что заложено в договор о всеобъемщем запрещении ядерных испытаний, и это идет также вразрез с работой по проблематике нераспространения. Соответственно, призываем КНДР немедленно предпринять шаги в направлении полного подающегося проверки необратимого демонтажа ядерного оружия и ракетных программ. Это позволит открыть перспективы для мирного и позитивного развития корейского полуострова. Кроме того, ясно, что налицо срочные необходимости региональных механизмов безопасности в среднесрочном плане для того, чтобы эта цель была полностью выполнена. Санкционные режимы тем временем должны исполняться, чтобы принести искомый эффект. Это также и вопрос авторитета вообще к системе ООН. Тем не менее, выполнение санкций против КНДР остается на недостаточном уровне. Есть много пробелов. Как отмечено недавно в последнем докладе группы экспертов санкционному комитету, рекомендации группы экспертов должны быть проработаны. Нарецу необходимости более твердой политической приверженности со стороны всех членов ООН в этих вопросах. Необходим дополнительный потенциал на всех уровнях для того, чтобы заручиться более совершенным выполнением буквы и духа резолюций, принятых Советом безопасности. Однако только лишь санкции не приведут к решению ситуации корейского полуострова. Сегодня особо важна дипломатия. Активизация творческих дипломатических усилий срочно необходима для того, чтобы подготовить мирное дипломатическое всеобъемлющее решение. Пресс-заявления в ответ на последний запуск баллистической ракеты подтверждают сохраняющуюся приверженность Совета безопасности диалогу. Ситуация требует того, чтобы к ней подходили объективным образом. И мы должны изучать и новые, и предыдущие предложения договоренности. Швеция готова внести свой вклад в выполнение этой задачи. Швеция и наше посольство в Кеньяне является стороной, которая представляет интересы США в КНДР, а также интересы Канады и Австралии. Мы также являемся членами Комиссии нейтральных стран ННСС. Решительно призываем КНДР возобновить контакты и сотрудничество с Комиссией на погранпункте Панмуньоми. И это приведет к сокращению напряженности, повышению доверия и транспарентности. Как и другие, пользуясь возможностью, хочу обратить внимание на особо тревожную ситуацию в области прав человека и крайне неустойчивые гуманитарные условия КНДР. Мы все обязаны снова и снова обращать внимание на акты жестокости, которые режим совершает против собственного народа. Международное сообщество и впредь должно добиваться ответственности за такие преступления. Нужно также посмотреть и на гуманитарное положение населения КНДР, чтобы избежать при исполнении санкций новых страданий. Господин председатель, стремление получить оружие массового уничтожения – одна из самых серьезных угроз международной миробезопасности. Недопущение их разработки и применения, основополагающая ответственность, возложенная на Совет, военного решения ситуации на Корейском полуострове – нет. Мы снова призываем КНДР взаимодействовать в рамках предметного и авторитетного диалога с международным сообществом. Призываем все международное сообщество проявить готовность. Мы будем вместе с остальными членами Совета и впредь осуждать любые действия, которые создают угрозу для международного мира и безопасности. Благодаря вас. Я благодарю ее превосходительству госпожи Содер за сделанные заявления. Далее слово его превосходительству господину Бенедетто Делла Ведова, заместителю госсекретария по иностранным делам международного сотрудничества Италии. Благодарю вас, господин председатель. Позвольте мне прежде всего выразить признательность председательству за своевременный созыв заседания, посвященного ключевому и безотлагательному приоритету для Совета безопасности ООН. Полагаю, что этот орган должен применять все возможные усилия для того, чтобы решить кризис, усугубляемый постоянными амбициями КНДР по развитию своей военной ядерной программы. Италия решительным образом осуждает любые ядерные испытания и запуски баллистических ракет, осуществляемые КНДР. Ее ядерные и баллистические программы создают серьезную и увеличивающуюся угрозу не только для регионального и международного мира и безопасности, но также и для глобального режима нераспространения. Мы все разделяем общее чувство чрезвычайности этой ситуации. Мы справедливо делаем выводы о том, что посредством своих запусков или испытаний КНДР добивается подвижек в наращивании своего военного ядерного потенциала и технологий. Такой прогресс представляет собой крайне высокий уровень угрозы для международного сообщества. По этой причине Италия продолжит полностью поддерживать реализацию эффективного санкционного режима. Это инструмент, который способен обеспечить смену в поведении режима и руководства КНДР. Мы также готовы ужесточить санкции в случае новых ядерных испытаний, если это понадобится для того, чтобы добиться задачи по мирному и всеобъемлющему регулированию этого вопроса. Мы абсолютно уверены в том, что последовательное и полноценное выполнение санкций является единственным способом обеспечить их эффективность в рамках всеобъемлющей стратегии для долговременного мира и безопасности. И в этой связи позвольте мне напомнить о том, о чем заявила группа экспертов в феврале. А именно, выполнение санкционного режима остается недостаточным и в крайней степени непоследовательным. Я цитирую. Все государства-члены должны подтвердить свою приверженность решительному исполнению санкций Организации Объединенных Наций. Санкции должны оставаться инструментом более широкой стратегии, а не самоцелью. Подобный режим требует знания приверженности со стороны государств-членов и их добросовестной позиции. В качестве председателя Комитета 1718 Италия намерена оказывать содействие всем государствам-членам ООН для того, чтобы они могли полноценно выполнять резолюции Совета безопасности по этому вопросу и, в частности, резолюции 2270 и 2321. Для этого в феврале был организован открытый брифинг. А начиная с марта мы проводим информационные встречи с региональными группами ООН в сотрудничестве с группой экспертов. Две встречи с Латинской Америкой и Восточной Европой уже состоялись. Встреча с африканской группой пройдет 1 мая, а встречи с западноевропейскими и другими государствами и азиатской группой состоятся в конце мая. Как сказал госсекретарь Тилерсон, наши коллективные действия не направлены против населения Северной Кореи. Они направлены против того режима, который должен поставить интересы и благополучие своего населения выше любых соображений военной мощи. Резолюции Совета безопасности совершенно ясно говорят именно об этом. И в качестве председателя санкционного комитета мы очень внимательно относимся к любым возможным последствиям этих решений для гражданского населения этого государства. Господин председатель, Италия подтверждает свое стремление обеспечить дипломатическое решение для ситуации, связанной с угрозами Северной Кореи в отношении наращивания потенциала ОМУ. Убеждены в том, что в рамках ядерных и ракетных программ КНДР, которая грубо нарушает свои международные обязательства, не удовлетворяет свои потребности в области безопасности. Напротив, убеждены в том, что КНДР в значительно лучшей степени смогла бы удовлетворить свои нужды в плане безопасности, если бы выполняла свои международные обязательства по резолюциям Совета безопасности, а также придерживалась своих обязательств согласно совместному заявлению шестисторонних переговоров от сентября 2005 года. Более того, за несколько недель начала следующего обзорного цикла ДНЯУ Италия подтверждает требования о том, чтобы как можно скорее КНДР вернулась в ДНЯУ, а также к гарантиям МАГАТЭ. И последнее. Позвольте мне подчеркнуть, что незаконная ядерная и ракетная программа КНДР приводит к отвлечению важнейших ресурсов, которые должны были бы направляться на удовлетворение базовых потребностей жителей Северной Кореи. Мы считаем, что КНДР, если она оперативно свернет свои ядерные и баллистические программы, создаст условия для возвращения в ряды международного сообщества, а также возможности для улучшения экономического положения и уровня жизни народа. Спасибо. Я благодарю ее превосходительству господина Дэла Витова за сделанное заявление. Далее я предоставлю слово ее превосходительству господина Юн Вян Цэй, министру иностранных дел Республики Корея. Извините, говорит председатель, я прошу прощения. Слово представителю Украины. Прошу вас. Господин председатель, тот факт, что Северная Корея развертывает ракетно-ядерную программу, это крайне срочное вызов области ядерного распространения, вызов современности. Поэтому я признателен американскому председательству за созыв министерского совещания по этому важному вопросу. Я благодарен генсекретарию за полезные последние сведения. Украина самым решительным образом осуждает тот факт, что Пхеньян продолжает незаконные действия, стремясь получить ядерно-ракетный потенциал при грубом нарушении международных обязательств. Это серьезный подрыв всего режима нераспространения. Ядерная угроза в регионе нарастает, несмотря на огромные политические и дипломатические усилия. К сожалению, не увидели никаких признаков намерения КНДР изменить свое поведение. Мы стали свидетелями того, что тревожным образом практически все больше и больше северное корейское руководство стремится к получению оружия и в результате перед миром мрачные перспективы крупного штаба конфронтации с непредсказуемыми последствиями. Господин председатель, мы все согласны, что нынешние вызовы, касающиеся ядерно-ракетных амбиций КНДР, подлежат решению коллективным, решительным образом и без промедлений. Представляется, что действующий санкционный режим недостаточно эффективен для того, чтобы предотвратить приобретение КНДР технологий, материалов, оснащения финансовых ресурсов для дальнейшего развертывания ядерно-ракетных программ. К сожалению, видим то, что происходит эволюция уловок Северной Кореи во избежание санкций. Уже неоднократно это было доказано, и снимки военных парадов в Пхеньяне с оружием, которого прежде не видели. Мы все знаем, что северно-корейский режим продолжает строительство военного арсенала в ущерб своему народу. Отвлекаются ресурсы, и это приводит к тому, что уже происходит стремительным образом ухудшение качества жизни простых людей. Но неужели это волнует режим? Нет, нисколько. Господин председатель, позиция Украины в этих вопросах носит постоянный характер. Совет призван изыскать способы усилить международное давление на северокорейский режим в ответ на непрекращающееся безответственное поведение. Полагаем, что только лишь мощные шаги со стороны Совета приведут к прекращению систематических грубых нарушений международного права. Это позволит искоренить нарастание ядерной угрозы в Юго-Восточной Азии. Мы не должны допустить того, чтобы Пхеньян и впредь дискредитировал роль Совета безопасности в контексте глобальных усилий по нераспространению. Какие пути позволили прийти к эффективному обузданию северокорейской ядерной угрозы? Вы явно о них сказали в своем заявлении. Вне всяких сомнений, неукоснительное, безоговорочное выполнение резолюции Совета безопасности – это ключевая предпосылка для того, чтобы сохранить уровень угрозы в регионе и не допустить новых провокаций. Однако Совет должен будет пойти на дополнительные активные меры с тем, чтобы добиться от КНДР отказа от запрещенных действий. Это включает в себя запрещенное разработку ядерного оружия, баллистических ракет, других видов оружия, массовое уничтожение. Должны использовать все инструменты и возможности в распоряжении членов Совета для того, чтобы добиться деэскалации нынешней крайне взрывоопасной обстановки. Второе. Полностью разделяем необходимость того, чтобы крепить защитный потенциал соседних государств от такой угрозы. В этой связи хочу подтвердить, что Украина твердо на стороне Японии, Республики Кореи и других стран, которые испытывают на себе нарастание ядерной угрозы. Третье. Настало время обдумать, что мы можем сделать для того, чтобы предотвратить ядерную угрозу в будущем, в других точках планеты. Можем ли мы дать оценку всему диапазону реальных вызовов перед режимом нераспространения, чтобы не допустить катастрофы в будущем? Предстоящий цикл обзора режима нераспространения – подходящая платформа для изучения этих вопросов. И тут хочу подчеркнуть следующее. Несоблюдение международного права, попытки подорвать или изменить сложившийся миропорядок сегодня стали более систематичными. Северокорейские действия указывают на то, что эта тенденция есть, но это не единственный пример. Эрозия существующей системы международной безопасности, продолжающиеся нарушения и неустраненные нарушения международного права несут в себе серьезную угрозу всему человечеству. Именно поэтому главная ответственность Совета безопасности состоит в том, чтобы прилагать абсолютно все усилия и добиться соблюдения этих норм снова, обеспечить выполнение международной приверженности и обязательств и не допустить новых нарушений. В качестве страны, которая добровольно отказалась от своего яденного арсенала и которая неукоснительно выполняет обязательства, касающихся нераспространения ядерных материалов, технологий и средств их доставки, убеждены в том, что мир без ядерного оружия должен быть реальной целью политики всех заинтересованных сторон, а не некой теоретической концепцией, которой некоторые относятся с усмешкой. Если ядерные державы серьезно относятся к ядерному нераспространению и в конечном итоге разоружению, они существенно могли бы укрепить глобальный режим нераспространения, и тогда ядерное разоружение стало бы примером успеха. Исходя из опыта Украины противодействия агрессии ядерного государства, эти аспекты особенно важны для моей страны. Грубое нарушение международных обязательств, в том числе по смыслу Будапештского меморандума 1994 года, одним из постоянных членов Совета безопасности, который поставил свою подпись под гарантиями суверенитета и терроритетной целости Украины, идет в разъезд со всей системой безопасности, в центре которой ООН созданной после Второй мировой войны. Международное сообщество несет на себя коллективную ответственность за восстановление и уважение к международному праву, изысканию прочных решений, самым срочным угрозам глобальному миру и безопасности. Северокорейский вопрос является своего рода экзаменом для всех нас. Успех позволит решить другие срочные проблемы в мире. Я благодарю представителю Украины за сделанное заявление. Слово дали представителю Уругвая. Благодарю вас, господин председатель, господин госсекретарь. Мы благодарны вам за ваше участие и председательство на этом заседании. Благодарны также генеральному секретарю Антонио Гутеррешу за ваше выступление. Позвольте мне отметить то, что председатель Совета безопасности организовал этот открытый брифинг. Это особенно важно тогда, когда напряженность на Корейском полуострове вышла на неслыханный высокий уровень. Позвольте напомнить, господин председатель, о том, что в прошлом еще году наша диригация неоднократно просила созвать открытое заседание Совета безопасности для рассмотрения этого самого вопроса, поскольку мы понимаем, что подобные заседания могут содействовать тому, чтобы повысить уровень трактовки этих вопросов в организации. Мы очень рады тому, что через несколько месяцев, наконец, Совета проводит открытое заседание и рассматривается эта ситуация. Господин председатель, Уругвай – государство, не располагающее ядерным оружием. Мы входим в состав первой зоны свободно от ядерного оружия, созданной договором Платилолка. Мы участвуем в договоре о нераспространении ядерного оружия. Соответственно, мы твердо привержены укреплению режима разоружения и нераспространения. И мы постоянным образом выступаем на то, чтобы мир был свободен от ядерного оружия. Внешняя политика Уругвая строится по принципам международного права, в том числе и запреты использования силы в международных отношениях и использования мирных средств в урегулировании споров. Использование угрозы применения ядерного оружия – это преступление против человечности, это грубейшее нарушение международного права, включая международное гуманитарное право и устав Организации Объединенных Наций. Единственная гарантия против использования и угрозы использования такого оружия – это явный запрет и полная ликвидация такого оружия. Уругвай решительно осуждал ядерные испытания и ракетные запуски Корейской народодемократической республикой. И мы и впредь будем об этом говорить, пока северокорейский режим будет игнорировать требования Совета Безопасности и будет по-прежнему разворачивать свою ядерно-ракетную программу. Действия этой страны ведут к эскалации напряженности на Корейском полуострове, но не только. Это ещё и нарушение международного права, нарушение резолюции Совета Безопасности и серьёзная угроза международному миру и безопасности. Соответственно, Уругвай требует того, чтобы Корейская народодемократическая республика отказалась от существующих программ целиком и полностью в условиях проверки, необратимым характером, и тем самым был бы положен конец всем параллельным мероприятиям, включая запуски с применением технологий баллистических ракет и других провокационных актов. Аналогичным образом настоятельно призываем эту страну вернуться к договору о нераспространении режима гарантии Международного агентства по атомной энергии. Уругвай по этой теме придерживается позиции, которая поддерживает все инициативы, направленные на диалог. Поэтому мы считаем, что необходимо активизировать усилия, ориентированные на то, чтобы вернуться к переговорам на Корейском полуострове. Это привело бы к генерированию доверия между сторонами. Северокорейское правительство вернулось бы за стол переговоров, переговоров серьезных по вопросу о денуклеаризации. При том, что растет напряженность, нужно сохранять спокойствие, воздерживаться односторонних действий и, главное, уделять решению проблем. В этом плане необходимо напомнить о пунктах 47 и 48 последней резолюции, принятой Совета безопасности в ноябре прошлого года. Это резолюция 2231. В этой резолюции Совет снова подтверждает поддержку шестисторонних переговоров, просит их возобновить. Речь идет о такой цели, как денуклеаризация Корейского полуострова мирным образом в условиях проверки. Также отмечается важность мира и стабильности на Корейском полуострове и в этой части Азии вообще отмечается важность работы в интересах сокращения напряженности на Корейском полуострове и за его пределами. Уругвай настаивал на том, что необходимо разорвать порочный круг, когда КНДР нарушает резолюции Совета безопасности, а потом Совет вводит санкции. Он выступает в коммунике и снова отмечает о том, что страны, у которых есть достаточные возможности, нужно выйти на переговоры для того, чтобы выйти из этой ситуации. Уругвай не видит другого решения северокорейского вопроса, только лишь диалог, переговоры и политическая приверженность. И в этом плане, господин председатель, моя страна снова подтверждает свою волю и далее работать в Совете безопасности с такой целью, как изыскать мирное дипломатическое и политическое решение вопросу денукализации Корейского полуострова. Благодарю вас. Я благодарю представителю Уругвая за выступление. Я передаю слово представителю Франции. Господин председатель, господин генеральный секретарь, я благодарю американское председательство в Совете безопасности за эту инициативу по организации столь важного заседания. Отдельно я хочу отметить присутствие госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона. Я также приветствую обращение генерального секретаря ООН. Имею честь зачитать обращение министра иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марко Эйро, который из-за европейского заседания не может сегодня быть в Нью-Йорке. Господин председатель, господин генеральный секретарь, Франция остается крайне встревоженной продолжением ядерной и баллистической программ в Северной Корее, которые подпитывают серьезный рост напряженности на Корейском полуострове и составляют сегодня одну из главных угроз международному миру и безопасности. На протяжении последних лет предпринимались методические усилия на самом высоком уровне этого режима для того, чтобы накопить боевой ядерный потенциал. Северная Корея тем самым насмехается над всеми запретами, советами, требованиями всего международного сообщества и отвергает их. Сегодня мы отмечаем постоянный прогресс и стремительное развитие программ по распространению в Северной Корее, которые приближают их к получению боеспособного арсенала. Ситуация является неприемлемой. Франция систематично и решительно осуждала каждое из действий Северной Кореи. Она напоминала Северной Кореи неоднократно о необходимости отказаться от развития ядерного оружия. Я вновь обращаюсь с этим призывом. Это безрассудство не может продолжаться. Оно подпитывает опасную спираль провокаций и представляет собой открытый вызов режиму нераспространения. Именно поэтому мы должны реагировать на каждое новое событие, напоминать о нормах нераспространения и избегать любой безнаказанности в отношении государств, которые продолжают вести безответственную и провокационную стратегию. Нас также беспокоит повторное появление химического оружия в регионе. Нападение в Малайзии 13 февраля должно насторожить нас, особенно в контексте использования химического оружия и повторяющихся нарушений на запрещение использования этого оружия в Сирии. Давайте определимся. Цель Северной Кореи заключается в том, чтобы обрести статус государства, располагающего ядерным оружием, и тем самым нарушить стратегический баланс в Восточной Азии и в мире, и создать угрозу для безопасности всех. Завтра любое государство может попасть в радиус действия северокорейских ракет. Я хочу, чтобы каждый понимал чрезвычайность этой ситуации. Мы должны коллективно оказаться на высоте наших обязанностей членов Совета безопасности и продемонстрировать нашу решимость бороться с этими неприемлемыми действиями. Не будем также забывать о том, что развитие ядерных и баллистических программ ведется ценой страданий населения Северной Кореи, которые являются жертвой грубых нарушений прав человека. 70% жителей Северной Кореи сталкиваются с ситуацией отсутствия продовольственной безопасности. Эти нарушения в силу своей тяжести и систематического характера являются выражением абсолютного тоталитарного режима, где произвол стал нормой. Мир не может терпеть сложившуюся ситуацию, которая отрицает всё то, что мы терпеливо проводим в жизнь, особенно здесь, в Организации Объединённых Наций. Перед такой угрозой Международное сообщество и Совет безопасности должны быть решительными и чёткими. Наша цель может заключаться только в полной денуклеаризации Корейского полуострова. Совет безопасности энергично реагирует на безответственные действия властей в Пхеньяне. Он осудил ядерные испытания и запуски баллистических ракет и ввёл режим санкций, которые являются обширными и последовательными. Эти меры ужесточались с каждым новым ядерным испытанием. Дважды в 2016 году, это резолюции 2270 и 2321, Франция участвовала в их принятии и приветствует их. Как ранее в отношении Ирана санкции, очевидно, не являются самоцелью. Это лишь способ заставить Северную Корею образумиться и согласиться с необходимостью денуклеаризации полуострова. Тем не менее, мы не можем не сожалеть о непоследовательном выполнении санкции, что подрывает эффективность действий международного сообщества. Франция призывает все государства, без каких-либо исключений, последовательно и без оговорок выполнять решения Совета безопасности на всей своей территории, как того требует Устав Организации Объединённых Наций. Я хорошо понимаю технические и практические сложности, с которыми это сопряжено. Именно поэтому Совет безопасности должен предлагать необходимую помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается. До тех пор, пока Северная Корея будет идти путём распространения и создавать угрозу для мира и безопасности, наша позиция должна оставаться решительной и недвусмысленной. На остальные провокации Пхеньяна Международное сообщество и Совет безопасности должны быть готовы ответить новыми мерами. Северная Корея должна понимать, что продолжение развития этих программ и проведение новых испытаний будут ей дорого стоить, а именно из-за принятия новых санкций, которые, тем не менее, не направлены на население, против населения, являющиеся жертвой своих руководителей. Однако наши действия не должны ограничиваться лишь реакцией на действия Северной Кореи. Необходимо выступать с инициативой до того, как Северная Корея не накопит боеспособный ядерный арсенал. Международное сообщество должно без каких-либо проволочек, согласованно и сообща, увеличить дипломатическое и экономическое давление на Северную Корею, чтобы она отказалась от распространения. Возобновление обсуждения для того, чтобы найти переговорное решение, необходимо. Но диалог невозможен, если КНДР не будет участвовать в нем добросовестно и не откажется от своих ядерных амбиций. Франция со своей стороны преисполнена решимости в качестве постоянного члена Совета безопасности, а также члена Европейского Союза. Она будет действовать для того, чтобы ООН и Европа сделали выводы о неприемлемости этой угрозы для международного мира и безопасности. Благодарю вас. Я благодарю представителю Франции. А сейчас я передаю слово представителю Боливии. Благодарю вас, господин председатель Боливия, признательное председательство за созыв сегодняшнего заседания. Мы также хотели поблагодарить генерального секретаря, господина Антонио Гутерреша, за ваш доклад, сделанный на сегодняшнем заседании. Боливия хотела бы отметить главную цель Устава Организации Объединенных Наций – предпринимать коллективные эффективные меры с целью недопущения и устранения угроз или других фактов нарушения мира, а также подавления актов агрессии, а также мирными средствами и в соответствии с принципами международного права и справедливости, приходить к урегулированию и снятию споров. Многонациональное государство Боливии в соответствии с нашей Конституцией заявляет о том, что мы государство мирное, против любой агрессии, мы за урегулирование мирным образом споров и разногласий между государствами. Правительство президента Оу Моралеса, руководство политикой, когда мы не приемлем воинственных действий. Для того, чтобы не допустить военной конфронтации, мы считаем необходимым руководствоваться приоритетной целью – ядерным разоружением везде на нашей планете. Латинская Америка и Карибский бассейн – мой регион. Эта зона свободна от ядерного оружия благодаря подписанию договора от Латилолка и в 2017 году исполняется ему 50 лет. Это первый регион, свободный от ядерного оружия. Господин председатель, в этом плане и в том же ключе не распространения мы снова отмечаем наше самое решительное неприятие и осуждение запусков баллистических ракет и проведение ядерных испытаний Корейской народно-демократической республикой. Последнее испытание произошло 15 апреля, и подобное является угрозой международному миру и безопасности. В этом плане мы отмечаем о том, что Совет должен выступать с единых позиций против этой ситуации. Выполнение резолюции Совета является залогом выполнения достижения поставленной цели. Мы также напоминаем о том, что санкции – это не некая сама цель, это средство для достижения цели. Как недавно на последнем заседании министра в иностранных дел группы 77 напоминалось, Боливия также против односторонних санкций в этом и во всех остальных случаях. Поэтому мы выступаем за то, чтобы Совет безопасности по линии многосторонних механизмов выступал соответствующими шагами. В последние недели, господин председатель, мир видит, как происходит эскалация напряженности, как из-за испытаний КНДР и из-за военного развертывания Соединенных Штатов. Нынешняя обстановка может быть названа самой серьезной угрозой ядерной войны в этом столетии. Настоятельно призываем все стороны, вовлеченные стороны, избежать эскалации риторики и действий, которые приведут к росту напряженности и создадут угрозу для международного миробезопасности, прежде всего на Корейском полуострове. Поддерживая в этом плане, предложение КНР провести двойное приостановление для того, чтобы разблокировать кризис на Корейском полуострове. КНДР должна отказаться от своей программы испытаний в ядерно-ракетной области. В то же самое время Соединенные Штаты призваны избежать проведения военных учений в регионе. Необходимо, чтобы вовлеченные стороны вернулись к переговорам и шестисторонние переговоры на более подходящий форум для этого. Особо важно, чтобы стороны этого региона участвовали в переговорах в позитивном духе, что позволило бы разблокировать нынешнюю напряженность. Единственное решение конфликта – это решение политическое. Нужно окончательным образом отказаться от любых военных вариантов. Сегодня, когда существует напряженность, нужно избегать любых позиций, которые, в свою очередь, могут привести к недопониманию или провокациям. Приоритетом должно быть достоинство жизни людей, всех, кто живет на планете Земля. Совета государства — это провал политики, война — это провал дипломатии. На нас возложено международное признанное обязательство ввести переговоры. Повторяю, у нас есть международное признанное обязательство ввести переговоры. Нужно оставить в стороне военные расчёты, поскольку как только негатив войны будет выпущен, от этого выиграют только те, кто наживается на этом. Благодарю вас. Я благодарю представителя Боливии за сделанное заявление. Слово представителю Египта. Сейдер Рейс. Господин председатель, нынешняя ситуация на Корейском полуострове является одной из основных угроз для режима договора о ядерном нераспространении. Египет глубоко обеспокоен растущей напряжённостью в результате последних событий, что становится одной из самых серьёзных угроз для международного мира и безопасности. Египет повторяет свою полную поддержку всем усилиям, направленным на достижение мирного урегулирования кризиса, связанного с ядерной программой КНДР. Мы поддерживаем любые усилия по достижению устойчивого мира на Корейском полуострове, в том числе все усилия по воссоединению с учётом уникальных исторических связей между Египтом и народами Северо-Восточной Азии. Египет вновь призывает КНДР полностью соблюдать все свои международные обязательства, согласно соответствующим резолюциям Совета безопасности, ликвидировать своё ядерное оружие и вновь присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства, без каких-либо проволочек или условий. Египет готов пойти на любые необходимые меры на национальном уровне для того, чтобы выполнять все санкционные требования Совета безопасности в отношении КНДР. Господин председатель, Египет призывает Международное сообщество и Совет безопасности рассматривать все вопросы, связанные с ДНЯУ, целостно, в совокупности, неизбирательно и без каких-либо двойных стандартов. Это необходимо, если мы хотим сохранить доверие к режиму нераспространения и его эффективность. То же самое касается и резолюции Совета безопасности, в том числе резолюции 687. Это важно, особенно в свете постоянного подрыва авторитета этого режима, который является краеугольным камнем более широкой архитектуры международной безопасности. Продолжающийся подрыв авторитета ДНЯУ и его эффективности стал очевидным, когда определенное число государств приняли решение без каких-либо очевидных обоснований не дать процессу обзора ДНЯУ принять какие-либо объективные выводы и результаты, поскольку эти государства нарушили консенсус, достигнутый большинством государств-участников. Сделали ли это они в угоду политических интересов, которые противоречат обязательствам государств-участников ДНЯУ, а также тому общему посылу, который мы должны направлять сообща о том, что международное сообщество привержено достижению универсальности этого договора, а также решению всех вопросов ядерного нераспространения и разоружения целостным и сбалансированным образом, без избирательного подхода. Господин председатель, в завершение мы призываем все стороны демонстрировать выдержку и возобновить переговоры ради мирного урегулирования как можно скорее. В этой связи мы призываем КНДР отозваться на призывы к возобновлению переговоров и прекратить любую деятельность, которая может привести к дальнейшей напряженности и эскалации. Мы также призываем все остальные международные стороны предоставить необходимые условия для поиска решения, которое станет результатом переговоров ради регионального и международного мира и безопасности, таким образом, который будет отвечать целям и принципам ООН и ДНЯУ. Египет готов принять любые возможные меры для того, чтобы поддержать такое мирное урегулирование этого кризиса и сохранить мир и безопасность в регионе и за его пределами. Я благодарю вас. Я благодарю представителя Египта. А сейчас я передаю слово его превосходительству Юн Бьёнг Се, министру иностранных дел Республики Кореи. Господин председатель, господин генеральный секретарь, уважаемые министры и представители, позвольте мне, как и остальные, высказать признательность госсекретарю Тиллерсону за организацию этого своевременного заседания, а также генеральному секретарю Гутеррешу за его обстоятельный брифинг. Это заседание Совета безопасности на уровне министров, первое по денуклеаризации в Северной Корее, демонстрирует чувство тяжести этой ситуации и необходимости решить ее как можно скорее. Это чувство разделяют все члены международного сообщества. Северная Корея на окончательных этапах ядерного вооружения и заявляет о том, что становится государством, обладающим ядерным оружием. Это сказано в исправленной Конституции этой страны. С момента первого ядерного кризиса в Северной Корее четверть века назад Северная Корея добилась значительных достижений во всех областях своих программ ядерного оружия и баллистических ракет, проведя пять ядерных испытаний и многочисленные запуски ракет. Мы наблюдаем за экспонентным ростом в ядерном потенциале и арсенале этого государства. А ведь начиналось все с нескольких килограммов плутония в 1992 году. А сегодня в руках этого государства уже значительный ядерный арсенал. Второе. Стремительно развиваются баллистические ракеты всех типов и дальности действия. Сегодня они угрожают долететь до каждого уголка мира. Ну и, наконец, готовность Северной Кореи фактически использовать ОМУ, которая проявилась в убийстве сводного брата северокорейского лидера с использованием химического оружия. Резюмируя потенциал Северной Кореи в области ОМУ в сочетании с их намерением его использовать, подводит нас к краю пропасти. Неудивительно, что некоторые эксперты говорят о том, что мир сегодня на грани самого крупного ядерного кризиса с момента ракетного кризиса на Кубе. Вооруженное ядерным оружием Северная Корея нарушит ландшафт в плане безопасности на Северо-Востоке Азии и в мире в целом. Кроме того, это может нанести смертельный удар глобальному режиму нераспространения, основанного на днях, и повысить риск того, что ядерные материалы или связанные технологии Северной Кореи могут попасть в руки террористов. Для того, чтобы избежать этого кошмарного сценария, мы должны принять незамедлительные меры. Это гонка со временем. Итак, как нам нужно отреагировать? Чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных мер. Однажды мудрец сказал, что безумство в том, чтобы снова и снова делать одно и то же, и при этом рассчитывать на иной результат. Так что нам нужен новый подход под эгидой Совета безопасности с тем, чтобы не позволить Северной Корее диктовать повестку дня и сроки. Резолюции Совета безопасности 2270 и 2321 являются важнейшими мерами, которые иллюстрируют этот новый подход. Отталкиваясь от этих целостных и решительных резолюций, международное сообщество формирует и укрепляет единый фронт против Северной Кореи. Со своей стороны, мое правительство также приняло ряд односторонних мер в соответствии с усилием Совета. Мы получаем информацию о том, что санкции приносят результаты. Они сокращают валютные доходы Северной Кореи, углубляют дипломатическую изоляцию Пхеньяна и блокируют его незаконную деятельность по всем направлениям. Международное сообщество должно продолжать усилия для того, чтобы последовательно выполнять эти резолюции. Кроме того, Совет Безопасности должен обсудить дополнительные карательные меры на случай будущих провокаций, которые должны приниматься в предвосхищение таких действий, а не в качестве реакции на свершившиеся, как это происходило вплоть до сего момента. Совет неоднократно говорил о том, что пойдет на значительные меры, в том числе санкции, в случае будущих провокаций. Однако Пхеньян, возможно, до сих пор питает иллюзией относительно того, что Совет Безопасности будет принимать лишь ограниченные меры. А значит, Пхеньян может пренебрегать и насмехаться над авторитетом ООН. Для того, чтобы изменить такие стратегические расчеты Пхеньяна и заставить их изменить свое поведение, мы могли бы принять столь мощные меры, как, например, прекратить экспорт и поставки сырой нефти в Северную Корею, полностью заблокировать поступление Северной Кореи в твердой валюте, например, путем приостановления всех импортов угля из Северной Кореи, и серьезно рассмотреть вопрос о том, может ли Северная Корея, которая является давним и серьезным нарушителем, быть членом ООН. Позвольте мне четко заявить о том, что наша цель не в том, чтобы поставить Северную Корею на колени. Она в том, чтобы вернуть ее за стол переговоров ради подлинной денуклеаризации. Мы должны понимать намерения Пхеньяна. Они не заинтересованы в том, чтобы вести переговоры о денуклеаризации. Их план заключается в том, чтобы получить признание в качестве ядерного государства и вести переговоры о ядерном разоружении в этом статусе. Лишь на прошлой неделе заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН сам четко заявил, что любые переговоры о денуклеаризации обречены на провал. В таких обстоятельствах диалог ради диалога – это не вариант. Если история нас чему-то и научила, так это тому, что мы не должны пользоваться тем подходом, который уже доказал свою несостоятельность. За прошедшие 20 лет мы испробовали все. И тем не менее, бесчетные переговоры и договоренности с этим государством, не признающим никаких правил, вернули нас в исходную точку. Из-за отказа Северной Кореи выполнять свои обязательства и из-за их обмана. Они лишь покупают себе время для того, чтобы развивать свой потенциал в области ОМУ. Мы должны разорвать этот порочный цикл провокаций, переговоры, провокации. Нужно прекратить награждать северокорейцев за их плохое поведение. Наша цель не в том, чтобы договориться о компромиссии и полумерах ради ложного мира. Наша цель в том, чтобы обеспечить полное, подлежащее проверке и необратимое свертывание ядерных программ и ракетных программ Северной Кореи. И последнее. Решая ядерный вопрос Северной Кореи, мы не должны забывать о еще одной серьезной угрозе, связанной с программой химического и биологического оружия Северной Кореи. Резолюция 2270 Совета безопасности гласит, что Северная Корея должна отказаться от любого химического и биологического оружия и программ, связанных с ними. В этой связи я приветствую совместное письмо генерального секретаря ООН и генерального директора ОСХО, в котором они призывают Северную Корею присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия. Господин председатель, история напоминает о том, как в первой половине XX века неспособность дать ответ нацистам привела к началу Второй мировой войны. Если мы не отреагируем на постоянные провокации Северной Кореи решительным образом уже сейчас, мы лишь раздразним аппетит этого режима, который готов нажать на ядерную кнопку. В этой связи, если Северная Корея проведет шестые ядерные испытания или очередной запуск МКБР, то это должно изменить ситуацию в глазах каждого из нас. Именно поэтому крайне важно, чтобы сейчас всё международное сообщество продолжало сохранять единый беспрецедентный фронт против Северной Кореи. Это последняя возможность обратить этот процесс вспять. На каждом из нас лежит большая ответственность. По поводу развертывания ракетных систем в моей стране отмечу, что это исключительно мера оборонного характера. В свете этой экзистенциальной угрозы, исходящей от Северной Кореи, мы не представляем угрозу ни для какого суверенного государства. Кроме того, легитимные военные учения США и Южной Кореи – это прозрачные регулярные учения, и их не надо увязывать с нарушением Северной Кореи обязательств по резолюциям Совета Безопасности. Господин председатель, поскольку это моё последнее выступление в Совете Безопасности, я хочу воспользоваться предоставленной возможностью для того, чтобы выразить мою глубокую признательность за постоянную поддержку, которую мне оказывали члены Совета Безопасности, так же, как и моему правительству на протяжении последних четырёх лет в том, чтобы давать ответ на ядерные и ракетные вызовы Северной Кореи. Заверяю вас в том, что Республика Корея будет оставаться надёжным партнёром для усилий Совета по защите международного мира и безопасности. Благодарю вас. Я благодарю его превосходству, господина Юна, за сделанное заявление. Позвольте мне далее сделать заявление в качестве государственного секретаря США. Во-первых, я признателен за все заявления, которые были сделаны вами. Я воспринял эти выступления в конструктивном духе, в котором они были предложены. Я хочу также отметить факт присутствия в зале большого числа послов. Ваше присутствие напоминает весом важность этого вопроса, и это указывает на то, сколь вопрос важен для международного сообщества. Я вас приветствую признательно, что вы пришли. Неоднократно подчеркивалось во многих ваших заявлениях то обстоятельство, что Северная Корея не выполняла в прошлом свои обязательства. Давались обещания, которые не выполнялись. Если бы Совет добился полного выполнения ранее принятых резолюций, при полном, неукоснительном выполнении санкций, может быть, мы и не имели бы перед собой высокого уровня напряженности, который имеет место сегодня. Мы не будем обсуждать вопрос возврата к переговорам, не будем вознаграждать за нарушение резолюции плохое поведение, не будем вознаграждать переговорами. Переговоры Северной Кореи будут тогда, когда они проявят твердую приверженность выполнять резолюции Совета безопасности и прошлые обещания о прекращении ядерных программ. Поэтому мы должны заручиться полным, неукоснительным выполнением всеми странами резолюции, которые Совет принимал в прошлом. Никакого не должно быть ослабления в деле активного выполнения санкций. Мы призываем эти санкции распространить и на другие области на добровольной основе и призываем все страны участвовать в том, чтобы оказать давление на Северную Корею. Так будет услышан Ваш голос посредством действий. Если действий не будет, то тогда умаляется вес Вашего голоса за ранее принятые резолюции, в будущих резолюциях. Это приводит к девальвации Вашего места в Совете безопасности. Нужно заручиться полным, неукоснительным выполнением всех членов Совета. Я возобновляю выполнение функций председателя Совета. Насколько я полагаю, других ораторов в списке нет. На этом заседании закрывается. Благодарю Вас.